И так, любитель страйкбола, хотел я снять себе обзор на G-HK G5, теперь, видимо, не судьба. Походу, уронил, прошу прощения, на полигоне, треснуло, вообще, прям, короче, можно выламывать. Это не от газа, повторюсь, я ее реально, походу, уронил. Было бы от газа, она бы выламывалась совсем, потому что я не заметил, я с ней два раунда отыграл в таком состоянии, мне только потом люди сказали. Сейчас попробую, гляну, что там вообще, ремонтабельно, неремонтабельно, это все, блядь, тебе же пинк, ты херен, вытащи, что-то падает. В общем, разобрали, вот такая вот клевая штука, причем, опять же скажу, что усильная часть, это не от газа, это именно от ранения, от падения, ранения. То есть, просто вот так все это выламывалось к херам. Ну что, теперь, опять же, повторюсь, продавать почку и покупать либо нижний ресивер, либо, блядь, эмку сразу, GHK. Хотя, кстати, на самом деле, все это держится на сложном прикладе, поэтому скотч изолента, и пока, думаю, хватит. Вот так вот. Видео пошло. Отлично. Знаешь, сейчас с подачи Ланкастера, мне тут подогнали помацать практически почти что первым в России, токио-маруйский ХК-417. ХК-417, блин, ребят, охуенная штука, он тяжелый, железный, блядь. Еще говорят, он электроблоу-бэк, но аккумулятора нет, проверить, к сожалению, не могу. Надеемся, что Ланкастер все-таки на него обзор-то снимет, я-то себе не позволю такого. Красивые маркировочки, правильные, даже, блин, на затворе, какая написана. С этой стороны тоже все правильное, все красивое, серийный номер, правильный приклад. В общем, вот такая штука. Ну, это же токио-маруй, в конце концов.